Китайские банки и одна из крупнейших платежных платформ Alipay не будут предоставлять услуги, связанные с торговлей криптовалютами. Такое поручение опубликовал Центробанк КНР. В стране уже закрыли крупные майнинговые центры в нескольких регионах. На фоне действий Пекина стоимость биткоина впервые с января этого года упала ниже 30 тысяч долларов. Власти провинции Сычуань ввели запрет на работу майнинговых центров на своей территории. О похожих мерах объявили в Синьдзяне, внутренней Монголии и Юннане, а это больше 90% мощности по добыче криптовалюты в Китае. За этим последовало заявление Центробанка КНР о запрете на услуги по торговле виртуальными деньгами для банков второго уровня и платежной платформы Alipay. Спекуляционная торговля виртуальной валютой нарушает финансово-экономический порядок, порождает риск незаконных трансграничных переводов активов, отмывания денег и другой незаконной деятельности и ущемляет безопасность имущества граждан. Все банки и платежные организации должны выполнять свои обязательства по идентификации клиентов и не предоставлять услуги по открытию, регистрации, торговле, ликвидации или расчету по соответствующим видам деятельности. Эксперты подсчитали, что добыча криптовалюты в год потребляет электроэнергии больше, чем по всей Аргентине за тот же период. Китай же намерен добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Поэтому ограничение в регионах прежде всего было связано с исключением от электричества в майнинговых компаниях. В то же время важна прозрачная система криптовалют. У биткоина, догикоина или другой криптовалюты есть общее сходство. Они анонимны и не контролируются ни одним правительством или центральным банком. Так каждый хочет получить кусок пирога побольше. И если кто-то будет иметь большую долю в нем, либо обладать большей частью данной валюты, то они способны на многое. Еще в 2013 году местные власти определили биткоины как виртуальный товар, но не валюту. Поэтому инвесторам не запрещено хранить криптовалюту и торговать ею. Все остальное против закона. Ограничительные меры в Китае спровоцировали падение биткоина и других криптовалют. Центробанк же предлагает жителям использовать легальные цифровые деньги в виртуальные юани. Их уже можно обменивать в некоторых банкоматах на реальные купюры.